Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день всех, кто интересуется деятельностью Ульяновского отделения Русского географического общества. Сегодняшним небольшим творческим и одновременно познавательным видео мы хотели бы начать цикл рассказов о людях, которые, на мой взгляд, стоят особняком в нашей ульяновской жизни. Это люди, которые за свою многолетнюю деятельность по участию в туристском движении, в спортивном туризме были удостоены звания заслуженного туриста России. Напомню, что это звание заслуженный турист России было учреждено в далеком 1996 году, заслуженных путешественников России. Числятся по состоянию до начала 2020 года 1101 человек. Всего получили это высокое заслуженное звание. В том числе это не только жители нашей страны, это жители Украины, Прибалтики, Белоруссии, Америки, многих других стран мира, которые посвятили большую часть жизни изучения, кстати, нашей природы, природы нашей страны, что особенно приятно. В Ульяновской области за всю историю существования этого звания заслуженными путешественниками России стали семь наших земляков. Мы планируем в каждом выпуске рассказать и встретиться с теми, кто сегодня может принять участие в наших встречах. Заслуженный путешественник России – это звание действительно очень серьезное. В критериях присвоения этого звания записано, что оно присваивается по представлению региональных Федерации спортивного туризма тем лицам, которые занимаются походами более 20 лет, которые за это время совершили не менее 10 походов высоких категорий сложности, это высшие категории, 4, 5, 6 категории сложности в тех видах туризма, где есть 6 категория, и которые внесли и вносят огромный значительный вклад в развитие туристического движения, передают свой опыт молодым, совершили по большому счету нечто выдающееся. Мне хотелось представить сегодняшнего, даже не хочется говорить гостя, участника нашей встречи одного из тех, кто удостоен звания заслуженного путешественника России, мастера спорта по спортивному туризму, Станислава Ивановича Кушманцева. Он здесь с нами, человек, который считается по праву одной из легенд ульяновского туризма, за плечами которого десятки, может быть сотни даже, туристских походов, которые, кроме всего прочего, пишут великолепные песни, снимают великолепные фото и видеоматериалы о тех местах, где он побывал. Стас Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. По тем реестрам, которыми мы владеем, 27 апреля 2012 года Федерация спортивного туризма России за номером 871 своим решением присвоила вам звание заслуженного путешественника. Расскажите, пожалуйста, вот несколько слов. Что для вас туризм? Что у вас за плечами в плане туристского опыта? Вот на что бы вы хотели обратить внимание всех, кто нас сегодня слушает и смотрит? Ну, наверное, имеет смысл начать, наверное, сначала, потому что каждый приходит к туризму, к путешествиям своим путем. Я учился в трех школах и в восьмилетней школе в рабочем поселке Майна. Значит, первый мой такой походик был в шестом классе, когда я был в пионерском лагере. Вот. Я не очень помню сам путь, но сильно осталось в памяти вот этот финальный большой пионерский костер, у которого мы там пели, значит, играли. Это здорово вот как-то сплотило всех, потому что, да, было, наверное, трудновато, потому что это был, если не память не изменяет, июль, жарко очень было. Значит, нам хватило. Это был район, Майнский район, около села Подлесного. Потом был, значит, еще один поход в район города Сенгелея после восьмого класса. Ходили мы мало. Вот. В основном стояли. Были вот в музее поселка Ивановка Александра Матросова, значит, в Крыльевическом музее самого города Сенгелея. Но тоже вот какой-то эпизод запоминается, это раннее-раннее утро, там около, по-моему, шести-семи утра, чтобы успеть на поезд. Мы шли по полю, по высокой уже лицерне, которая поднялась. Она была просто напитана утренней росой, и мы промокли там все, и это настолько вот как-то осталось в памяти. Вот тоже. После девятого класса, уже в десятой десятилетке мы ездили на берег реки Черемшан с физруками, двумя классами А и Б и десятые. Вот. Заплыв Черемшан, через Черемшан, вернее, да. Значит, он был такой для меня экстремальным. Я не очень хорошо тогда еще плавал, и в первый раз я даже не доплыл. То есть физрук вовремя усек, и меня вернули на обратно на берег. Но за неделю каких-то тренировок, навык набрался. Вот. Вот тогда уже звучала гитара у костра, значит, Трошин Виктор Иванович попивал. Значит, так. А вот такой первый официальный спортивный маршрут мы прошли уже в 79-м году, когда я уже поступил в Ульяновский механический техникум, значит, на Кавказ. Сразу два маршрута первой и второй категории сложности. И все равно было здорово, была хорошая компания. Это был костяк клуба туристов Мамонта, который мы организовали сами там, благодаря Елене Георгиевне Макулаковой, преподавателю техникума. Вот. Было как-то вот тоже здорово, замечательно. Но вот эпизод в моей жизни. Прошли и все. А вот в 80-м году, когда уже нас, пройденных вот таких, три руководителя, имеющие маленький опыт, поставили перед фактом, что пора уже самим заниматься с ребятишками, готовить и вести группы в горы. Причем сразу в горы. Вот как-то вот без такого маленького серьезного там перехода. Да. Вот это меня зацепило сильно. Потому что приходилось не просто готовиться к походу самому, как индивидуальному участнику, да, а транслировать, показывать, учить ребятишек тому, что ты умеешь. Внести ответственность. А много без не умеешь, да. Приходилось заглядывать, советоваться. Начал расширяться круг людей, с которыми надо было проконсультироваться. Просто получить какой-то, пусть даже минимальный опыт, там какие-то знания, навыки. Ваш путь в туризм начался с обыкновенной школы. Откуда брали снаряжение для похода? Палатки, котлы. Это было в школах? Нет. Собирали у кого-то физрука? Не помню, в восьмом классе, скорее всего, это было школьное, скорее всего, тогда и в восьмилетней школе, и в десятилетней школе. А когда мы учились уже здесь, в техникуме, большую часть мы брали в прокате, который работал, в котором можно было бы подобрать себе что-то там. Но я помню, что уже в восьмидесятом году нам мы росли. Третья категория сложность пошла. Все специальное снаряжение мы доставали или брали у тех, сейчас они уже ветераны туризма, да, те, кто уже имел этот опыт, имел это снаряжение. И многое приходилось делать самим. Многое. Уже в восемь четвертом году мы уже сами шили себя рюкзаки, спальники. К восемь шестом мы делали уже кошки на специальное снаряжение там, всякие там эти кулачки, зажимы, крючи там и так далее. То есть это было время советского самоздата? Да. Когда все приходилось делать от перкалевых каких-то палаток или палаток из парашютного шелка, да, по-моему? Очень много, да. Сами шили рюкзаки, сами шили пуховки, без которых в горы на большие высоты очень тяжело ходить. Сами шили, делали кошки, другие металлические приспособы для гор, да, и, что немаловажно, они держали, были относительно и достаточно безопасны. То есть так вот, резюмируя стартовую часть жизненного пути, можно сказать, что школа и люди, педагоги, которые в то время оказались рядом, да, сумели как бы дать старт. Ваша туристическая карьера, если так можно сказать, направление, оно сложилось в направлении горного туризма или вы занимались разными видами туризма? Я начал с горного туризма и долгое время продолжал им заниматься, наверное, до двухтысячных, наверное, может быть, годов или до середины девяностых точно. И я Киргизию знал лучше, чем свою Ульянскую область к тому времени, вот. А потом, все, ну, были какие-то походы тренировочные, когда мы выходили там в походы выходного дня, там, или недельные походы для срабатывания команды, для тренировок, для каких-то там кучурских карьеров часто посещали, потом появился сморозинский карьер, стали его часто посещать. Но, тем не менее, был основной нацел, основная задача – это проведение там горного похода в летний сезон и все, что делалось там перед тем или после, это была программа подготовки к горным походам. И, наверное, с девяносто вот четвертого-третьего годов мы ввели традицию рождественских походов, когда они стали называться только с девяностотельного года рождественские. А это был тоже процесс подготовки к горам. Потом с осени двухтысячного года появились осенние походы пешеходные по области, и с 2005 года, с весны появились весенние походы тоже по области, которые сейчас вот до сих пор традиции. Мы уходим, но они уже стали традицией сами по себе. Мы стали изучать, причем целенаправленно. Вот буквально мы 9 мая сейчас пришли опять из очередного спортивного, но с исследовательскими задачами маршрута по Меликевскому-Молокнинскому району. Потому что вот мы изучаем объекты, какие-то интересные природные места, значит, урочища там, реки там и так далее. Много приходится увидеть. Замечательная у нас природа. Вот вы сказали, что ушли в горы и даже сказали, что знали Киргизию. Может быть, есть люди, которые даже не знают, какие горы в Киргизии. А где вы еще побывали за время вот вашего туристического такого странствия, большого длиной практически во всю жизнь? Ну, вообще, судьба меня на этот счет побаловала. Мне удалось бывать и в Киргизии, в Узбекистане, Таджикистане. Я был в Прибалтике, служил там, работал на родном УАЗике. Проехал больше 35 тысяч по всей Литве. Бывал немножко в Латвии, Калининградской области. Естественно, был на Урале. Кавказ. Да, Кавказ. Весь практически. Вот с западного, центрального Прильбруссия до Казбека. Каждый район, он имеет свою изюминку. Вот. Но поскольку большее количество раз я был в Северной Осетии, это район Дигория высокогорная. Вот. Он запал мне в душу больше всего. Я его очень хорошо знаю. Был там около 20 раз. Значит, прекрасный район, прекрасный, красивый район. Много водопадов, альпийских лугов. И очень компактный. Он закрытый с юга главным Кавказским хребтом, с северсуганским хребтом. Получается такая вот подкова, огромная подкова. Значит, и когда ты можешь вот из дороги, находясь в самой середине района, видеть дорогу, альпийский луг, водопад и снежную вершину. Памир, он все-таки более суровый район. Туда как бы имеет смысл отправляться, когда уже накоплен солидный опыт. Потому что, если во всех остальных горных районах как-то ты начинаешь, идет какой-то разбег. Потом ты подходишь к перевалу и начинаешь технически там что-то преодолевать. На Памире такого нет. Ты стартовал, и началась мощная физическая работа. Как минимум, и может быть даже техническая работа. Потому что преодоление там ложи ледника, это очень нетривиально. То есть, а я уже не говорю там о высотах, которые там приходится преодолевать. Теншань, он более заснежен, с очень неустойчивой погодой. И пусть он немножко там сглажен рельеф его. Нет такого альпийского складчика, как, допустим, на Кавказе. Но снега и погоды там творят существенные преграды, которые требуют мощного психологического напряжения. У нас принято, как бы, всегда живем рекордами. Вот у вас какая самая высокая вершина, на которую вы поднимались? Самая высокая вершина, наверное, будет вершина Надежды Константиновной Крупской, 6 тысяч 8 метров. Вот. И я не дошел 200 метров до пика Евгений Корженевский, повернулся с высоты 6900 метров. Это вот в 90-м году. То есть, в горах и 200 метров является иногда тем расстоянием, которое невозможно пройти. Нет либо сил, да? Либо метеоусловий? Либо какая-то нештатная ситуация? Я был не совсем, все-таки, как уже сейчас вот, думаю, не был совсем готов к таким задачам. Вот это раз. Во-вторых, у нас не очень сложился коллектив на тот момент, потому что стартовала сборная союза, значит, 11 человек. И на таких высотах, да, это крайне необходимо, на мой взгляд, не то, что даже важно. Вот. Но, тем не менее, опыт был получен и сделаны правильные выводы. Вот. Потом уже мы сходили на Эльбрус, причем не один раз пытались делать восхождение на Казбек. И уже понимали, что к чему, что нужно обязательно соблюсти, чтобы достичь. То есть вот достаточно серьезные, ну, можно так сказать, титулы, мастер спорта, заслуженный путешественник, это не всегда история одних побед, удач, удачных восхождений. Это как наша жизнь, она многогранна, она пестрая, бывает всякое по большому счету. Да, абсолютно правильно. И я бы сказал, что вот мой конкретный путь даже к мастеру спорта, он был очень тернистым, потому что кандидата в мастера спорта я выполнил в 87 году, а мастер спорта только в 2000. То есть мне потребовалось там 13 лет, чтобы там все-таки каким-то образом понять, что да, опыт уже настолько. А вы стремились, да, Станислав Иванович, став кандидатом спорта, вы стремились стать мастером спорта? Да, в какой-то степени была такая амбициозная для меня цель, все-таки хотелось. И поскольку у меня, вот, мы о тернистости пути заговорили, значит, несколько сложных маршрутов, которые мы пытались, да, значит, они, ну, не получались по тем или разным причинам, да. И главное из них, вот, на мой взгляд, сейчас уже вот, когда оцениваешь этот путь, у меня была такая, как сказать, привычка, что ли, да. Я приезжал, допустим, в клуб туристов, когда не было сбора там какого-то, да, и изучал отчеты о маршрутах. Просто сидел, как художественная литература, пролистывал, прочитывал и так далее. И у меня сложилось впечатление, что очень много маршрутов, пройденных туристами Ульяновской области, повторяют друг друга. Есть, была такая тенденция, вот. Под копирку. А мне хотелось бы, да, что-то там, что влево, а что вправо, а что вот там. И потихонечку, помаленечку, вот, мы начали искать те пути, которые либо Ульяновскими не пройдены, либо вообще не пройдены никем. И первый такой, правда, вынужденный первый проход там, он состоялся вот как раз в 89-м году, когда, значит, нам пришлось перелезать через отрок, потому что спуститься вниз в долину было нельзя. Там в Грузии строили дорогу, и мы слышали вот буквально под собой там взрывы этих работных, ремонтных работ. Да. Вот. Кстати, вот вы сказали о первопроходах. Вообще много у нас в стране, на ваш взгляд, непройденного, и где вам удалось побывать с точки зрения первопроходца? То есть вы же, наверное, как первопроходец, как я понимаю, совершив первое восхождение или первое прохождение перевала, имеете право дать ему имя? Пользовались ли вы этим правом, этой возможностью? Какие имена выдавали? Вот можно об этом несколько слов сказать? Вообще эта работа крайне интересная, и более того, она заразительна, потому что, допустим, памятный 95-й год, когда мы в условиях изменяющейся ситуации в стране, группой семь человек отправились в Матчинский горный узел, это на границе Киргизии и Узбекистана, значит, мы не просто как-то запланировали какой-то там маршрут, мы запланировали сразу практически несколько первопрохождений, все пройти, конечно, не удалось, опять-таки по разным причинам, но четыре первопрохождения, значит, состоялись. И очень неплохие, я бы даже сказал, очень сложные вещи, значит, ну, к сожалению, допустим, последний перевал, который мы назвали тогда Россией, вот сейчас он на сегодняшний день появился, все-таки нашли, сейчас очень большая работа идет по поиску тех руководителей, групп, которые начинали, первыми прошли те или иные там участки, но мы тогда вот прошли, и ребята, когда мы уже завершали маршрут в конце похода, сказали, что стоящее, очень стоящее дело, да, потому что вот ты стоишь на пятачке, да. На котором до тебя не стоял никогда и никто. Да, это очень дорогого стоит, но самое потрясающее, что тогда мы выявили для себя интересную деталь, значит, вот мы сделали первопрохождение перевала Андреева, значит, очень сложный перевал, значит, да, в Туркестанском хребте, потом прошли перевал Матери Альпинистов, еще более сложный на сегодняшний день, значит, перевал Седлова Татарника, а потом вот зашли на этот перевал Россия, с него сделали восхождение на высшую точку южную башню Пика Скалистого, высшая точка всего района Матчи, да, значит, казалось бы, ну, само локальное препятствие пройдено, но когда мы стали спускаться вниз, оказалось, что ледник обрывается 80-метровой стеной вертикально, то есть это, как мы и назвали в гостинице, венец, да, значит, и, судя по всему, и даже на сегодняшний день, я предполагаю, что туда никто не спускался, потому что это, ну, крайне нетривиальное препятствие. И мы попытались, не все у нас было там гладко и хорошо, но мы спустились, и на разгоре всего маршрута, значит, да, все, как один сказали, что вот это препятствие стало выше любого перевала, который мы когда-либо там ходили, проходили, первый раз прошли, вот препятствие такого характера, оно и до сих пор на сегодняшний день мне не встречалось в практике. То есть вы практически спускались в неизведанное? Да. Не знаю, хватит, не хватит веревок, другого снаряжения, хватит ли там крючев, кольев, там, хватит ли сил, в конце концов, позволит ли погода завершить начатое, не придется ли ночевать на ледовой стене, по большому счету, да, в висячем положении, все ли спустятся живыми, здоровыми, а вот что движет, на ваш взгляд, что вами движет вот в этих случаях? До какого-то определенного момента, вот сейчас удивляешься, вот 7 человек, да, там, в 91-м году мы ходили 10 человек в тот же район, там, да, значит, недавно вот мы проводили ряд встреч и проводим День Светлячка, рассказываем о таких вот маршрутах. Рискованные все идеи отправиться, черт знает куда, без поддержки. В 95-м году, вот когда мы делали эти перепрохождения, в этом районе не было 11 лет вообще ни одной группы. В 95-м году было, а, нет, виноват, в 2007-м году, с 95-го до 12 лет не было ни одной группы, в 2007-м году было 4 группы, 3 из Москвы и одна вот наша Ульяновская. Значит, сейчас смотришь это на такое рискованное мероприятие, что просто удивляешься. А тогда вот мы верили в то, что мы готовы, это для нас по плечу, мы все можем, мы все умеем, мы пройдем и даже никаких не обоснований. Именно поэтому, наверное, Стас Иванович, извиняюсь, что я вас перебиваю, вы сегодня являетесь еще в Ульяновском отделении Федерации спортивного туризма, еще руководителем маршрутно-квалификационной комиссии, в чьи полномочия входит, наверное, прежде всего оценка готовности туристических групп к выходу на маршрут с точки зрения безопасности. Насколько это на самом деле обоснованный риск? Наверное, нет туризма без риска. Вопрос, скорее всего, в обоснованности риска, в степени подготовленности группы, как с технической точки зрения, так и с тактической, и, наверное, с физической, изучение маршрутов, районов путешествия, подбора и квалификации соответствующего снаряжения и так далее. Вот все-таки туризм и безопасность. Вот что бы вам хотелось в этом смысле сказать? Да, несомненно, нужно обязательно изучать тот район, маршруты, куда вы собираетесь, чем больше вы будете знать, причем разных моментов. И в первую очередь, конечно, о маршруте, о локальных препятствиях, о долинах рек, где сейчас бывают серьезные изменения, о дорожной сети, о климатологических таких моментах, о людях, о населенных пунктах, что в этих пунктах есть. Есть ли там медицинские оборудования, медицинские пункты, больницы, есть ли там связь. Потому что сейчас такая ситуация, она очень быстро меняется, и можно попасть в неприятные моменты. Одним словом, можно сказать, что, как говорят те, кто готовит группу к походу, что хороший поход проходится три раза. Первый раз на этапе его детального планирования, подготовки и разработки. Второй раз на этапе фактического прохождения. И уже третий раз на этапе подготовки отчета о проведенном походе. Потому что многие туристы знают, и вы тоже подчеркивали, когда говорили чуть выше, о том, что прежде чем идти в какой-то поход, внимательнейшим образом изучаются отчеты о походах. И важно, чтобы эта информация была максимально достоверной, максимально полной. Со всеми подробностями отражала бы содержание того маршрута, всех его проблем, сложностей. Потому что никакой маршрут не может быть интересным, и никакой риск не может быть оправданным, если не будет определенным образом соблюдена максимальная безопасность. Потому что безопасный поход – это лучший поход, который хорошо закончился в том же составе, с тем же состоянием здоровья, плюс удовлетворение от пройденного маршрута. Ну вот, хотелось бы еще раз сказать в ходе нашей беседы, что Станислав Иванович сегодня не только заслуженный путешественник России, не только мастер спорта по спортивному туризму, он также и член Совета Ульяновского отделения Русского географического общества. И у РГО Ульяновской области есть большое количество программ, мероприятий, которые мы делаем и планируем делать совместно. Достаточно напомнить, совместно проводимый вечер туристской песни, возрождаемый сегодня областной туристский фестиваль. Наши планы по возрождению областного клуба туристов. В планах есть создать какое-то объединение наших путешественников, для того, чтобы все-таки, прежде всего, передавать те огромные знания, которые есть у вас, у ваших коллег, тем, кому это действительно интересно. И вот в связи с этим вопросом. Подготовка к походу и походы, вот тогда, когда вы начинали вашу походную деятельность, и сегодня, сегодня сложнее или сегодня проще ходить в походы? Наверняка есть и то, и другое. Вот что вы думаете? Тоже очень хороший вопрос. И начну вот с сегодняшнего времени, потому что, по большому счету, казалось бы, сейчас получить информацию по району, по препятствиям, по всему, что угодно, не составит большого труда, даже не выходя из собственного дома. Со снаряжением вообще проблем нет, с питанием вообще проблем нет. Но, на мой взгляд, не хватает одной существенной детали. Ни один текст, ни одна информация, полученная по электронным сетям, несравнима с той информацией, когда мы готовились в 80-х годах, в 90-х годах, когда приходилось писать письма, как минимум, а в лучшем таком своем состоянии. То есть приходили конкретно к людям, чтобы получить ту информацию, или то снаряжение, все, что требовалось. И разговаривали тет-а-тет. И вот это, на мой взгляд, было гораздо более существенным, чем в ситуации сейчас. Почему? Потому что за сухими строчками не всегда человек может понять какие-то штрихи, нюансы и так далее. Это раз. Во-вторых, сложно как-то увидеть за этой информацией. Вот, например, как сейчас программа Google Earth, там планета Земля, зашел, вот, пожалуйста, весь рельеф на лицо. Ты посмотрел тут, посмотрел с этой стороны и сказал, ну, зачем я буду там искать? Вот же все на лицо. Можно там скриншот сделал и пошел. Но, значит, когда в реальную ситуацию ты приходишь, я на этом попадался, на самом деле рельеф совершенно другой. А когда реальный человек сказал, что да, вот так вот там, вот так далее, значит, это получается. И вот буквально там совершенно недавняя ситуация, когда мне Вадим Кожиш из Москвы позвонил и говорит, вот вы прошли перевал мастерей альпинистов и назвали его, дали ему категорию 3А. Вы чем-то там руководствуете. Даже 2Б мы поначалу там, я говорю, ну, как-то вот мы спокойно его ушли, лезли там и серьезных проблем нам это как бы не возникало у нас серьезных проблем при проходении. Вот. А вторая группа, которая шла на спуске там, они повесили там больше 20 веревок в итоге там, значит. И, естественно, у них возникла другая ситуация, да, возникли вопросы, а почему там 2Б, пусть даже там 3А. И когда мы вот словами переговорили, наверное, да, то есть с точки зрения даже сегодняшней ситуации, с точки зрения того, как он выглядит сейчас, сегодня, и в каком прохождении его проходить, наверное, все-таки следует оценить 3Б, потому что, да, он 2Б как-то перехлёстывает, потому что, как мы говорим, вот Эльбрус, это же простая гора, да, но погодные условия, влияние высоты ставят его разряд там на ступени, даже на полступень, даже на целую ступень выше. Вот. И здесь примерно то же самое. То есть, когда ты уходишь в сердце, самое ледовое сердце района, откуда выползти, выйти, не так-то просто, естественно, как-то хочется что-то надбавить. Вот. И это правильно, потому что нужно иметь какой-то маленький, но серьёзный запас прочности на то, что когда себя прищучат там, те же погодные условия, или, не дай бог, там какое-то заболевание, то нужно будет приложить очень уже много усилий для того, чтобы оттуда выбраться. Ну, говорят, что недаром, что всё-таки туризм, горный туризм, альпинизм особенно, это высокоинтеллектуальный вид спорта. Недаром, что многие кандидаты и доктора наук ещё в советское время им занимались, потому что здесь нужно просчитать, как говорят сейчас, построить модель, учитывая максимальное количество факторов. А есть ли погодные условия, а есть ли экстраординарные какие-то события, например, лавина, снегопад, резкое понижение температуры, резкая облачность, порывистый ветер. Состояние группы, какие-то иные факторы. Чем больше они будут учтены, ведь я знаю, что к серьёзным восхождением группы готовятся настолько, что даже под конкретные перевалы, под конкретные вершины изготавливается конкретное снаряжение. Особые виды крючев, особые виды другого снаряжения, даже верёвка отмеряется определённым образом. Именно уже под троечными, как мы говорим, перевалами, 3А, особенно 3Б, уже требует, по сути, индивидуального подхода именно к этому перевалу. А вот вы уже помянули, что всё-таки очень многое зависит от некой психологической истории. Ведь туризм – коллективный вид спорта, наверное, да, и вид деятельности. И от того, какая группа, и от того, как… Ведь Высоцкий недаром написал песню, да, «Если друг оказался вдруг», и не друг, и не враг, а так, это всё-таки песня, которая, мне кажется, понятна любому туристу, любому альпинисту. Видимо, от психологического состояния группы многое зависит. Вот что вы про это можете сказать? Без волевого усилия мы не сможем даже шаг шагнуть. Для того, чтобы пойти покушать, нужно такое же волевое усилие, нужно себя поднять и так далее. А вы представьте, что у вас за спиной там 25-30 килограмм, у вас перед вами, значит, есть не стена, то очень крутой склон, и вам нужно лезть, причём лезть не за зарплату, не за какой-то кусок хлеба там, а вот потому, что вы вдруг захотели вот это вот пройти. Понимаете, вот уже вырисовывается такая мощная психологическая подоплека, которую нужно не там решать, а здесь. Поэтому все физические тренировки, все любые вообще тренировки, там физические, по-технические, там и так далее, да, они подразумевают перед собой вот тот психологический аспект, который необходим для того, чтобы заставить себя сделать это волевое усилие. Чем сложнее, труднее задача на этапе физической подготовки, тем мощнее физический стержень у вас будет внутри. Суворов, тяжелое обучение, легко в бою. Совершенно отлично, вот именно так. Для альпинистов и туристов это тоже применимо. Потому что ситуация, когда вот сейчас, особенно вот в сегодняшнее время, говорят, что мы туда приедем и там всё посмотрим, не получается. Вы можете быть физически там очень сильным и храбрым там и смелым, но если у вас слабые физические, психологические, вернее, выливая составляющие, вы с своей силой и так и останетесь в лузерах, как говорят сейчас. Вот я сравниваю, допустим, да, вот в последнем походе там, да, девчонки. Вот раньше же не было такой классной, отличной обуви, как сейчас. Эти кожаные вибрамы, значит, либо советские, которые как промокашка, после первого ждальза и после первого снега, либо вот эти двуслойные, полуторки кожаные, которые одеваешь, ну, как колодки, да. Ноги стирали в кровь, значит, иногда мальчишки, мужики, значит, шли там со слезем на глазах и даже сдавались. А вот девчонки были намного сильнее в этом плане. В истории ульяновского туризма у нас были группы, вот в частности был турклуб «Бригантина» в педагогическом университете, да, который состоял в основном из девчонок. И эти девчонки, представляете, группа из 14 девчонок, которая брала высоты и хребты и вершины Хамрдабана, вот район, который даже сегодня многими туристами в Южном Прибайкале считается труднопроходимым, именно в силу того, что девчонки получали и имели такую хорошую волевую составляющую, волевую закалку, обходили группы за счет того, что раньше вставали, позже ложились, значит, у них был нирванный хороший темп движения и обязательно волевое усилие. Без психологической подготовки крайне сложно вообще проходить сложные маршруты, да и легкие-то. Стало появляться такое явление, как коммерческий туризм. Есть организации, которые за какую-то плату с удовольствием вас сводят куда-то, но никуда угодно, я все-таки думаю. Вот я как раз хотел подчеркнуть, что это скорее все равно походы, такие вот смесь походов выходного дня с походами, ну, элементарными. Все-таки вот то, про что вы сейчас говорили, Памир, Тянь-Шань, туда уже коммерческие туристы не ногой. Именно в силу того, что группа, которая набирается только по принципу платежеспособности и ее участников и возможности в данное время пойти в данный район, видимо этого недостаточно, чтобы по психологическим, по волевым, иным качествам все-таки претендовать на тяжелый, настоящий маршрут, который воспринимается не просто как пикник на обочине, а воспринимается как такая суровая, наверное, многодневная работа по преодолению себя. Вот пока мы с вами беседуем, ветер листает замечательные фотоальбомы. Я знаю, что это ваши фотографии, да, он нам прям подсказывает, вот Тянь-Шань, некоторые другие горные районы, которые мы здесь видим, потому что, думаю, всем интересно увидеть и узнать, что Станислав Иванович еще и великолепный фотограф. Вот смотришь иногда, действительно дух захватывает. Настолько красиво природа, и понимаешь, чтобы вот снять такие кадры в тех местах, где уже, как говорил Юрий Висборг, сюда уже не занесет ни лифт, ни вертолет, потому что вертолету не хватает подъемной мощности пропеллеров подняться на те высоты, куда поднимаются люди, вот как было сказано, с 20-30-килограммовыми иногда рюкзаками, что такие снимки можно сделать только после того, как раз, как говорят альпинисты и туристы, отпашешь несколько дней, иногда несколько недель упорной такой работы, но зато будешь вознагражден этими великолепными видами. И в два раза приятнее, что эти виды можно еще и хватает профессионального мастерства запечатлеть для себя и для нас. Сколько всего походов, вот категорийных походов, вы прошли за вашу долгую туристскую жизнь? Считали, не считали? Вопрос такой... Ну, десятков, я не знаю. Вот, ковырки, почему? Смотрите, я веду статистику своих походов и пешеходных, и лыжных, и горных, да? И до 86-го года я, значит, ввел статистику только прозвольных мной перевалов. И некатегорийный перевал просто не считал. Так. Вот, а в 86-м году, когда мы ошиблись с путем, и на некатегорийном, на простом перевале, который ходит там при помощи, там, на лошадях, на шачках, там, при помощи туфелек и так далее, а мы повесили две веревки вот по скалам, вот таким, и вышли к чабанам с их спины, я понял, что это неправильно. Вот. И теперь считаю, ну, по крайней мере, пытаюсь считать, потому что многое то, что прозвано там в Советском Союзе, ну, архив еще лежит, не разобранный. И каков же результат? Да. Примерно, на сегодняшний день, у меня около 120 маршрутов, около, по-моему, 300, наверное, перевалов. Значит, из них около, значит, по-моему, по-моему, 50, по-моему, первопрохождений. Вот. Ну, вот что-то примерно такое. Значит, если мне память не изменяет, я провел в походах около трех лет, если время все суммировать. Вот. Кстати, на эту тему был интересный момент. Я был на курсах педагогических, и психолог, преподаватель, предложил посчитать наш, значит, физиологический возраст, значит, при помощи, там, каких-то, там, формул, там, сейчас еще не помню, да. Значит, и у меня получилось, мой возраст минус тогда, там, два с половиной года был. Я посчитал и улыбнулся на него. Говорит, а почему улыбаюсь? Я говорю, вот, у нас есть поговорка, время, проведенное в походе, срок жизни не засчитывается. У нас как раз стыкуется с вашей формулой. Мы говорили о том, что одной из граней вашей личности является ваше песенное творчество. Говорят, что некоторые даже измеряют походы в количестве песен, написанных либо во время, либо после, по итогам, по каким-то эмоциональным воспоминаниям. Вот сразу несколько вопросов с этим связанных. Вот если бы не туризм, вы стали бы писать песни? Есть ли у вас песни, там, только о туризме, только о горах, походах и все, что вокруг этого? Или вы и лирик, и какая-то у вас там романтика, иная есть? И сколько вообще песен, вот, вы считаете, в вашей авторской песенной коллекции созданных? Сочинять я начал далеко до походов. Первые наброски были. О походах я даже, наверное, не мечтал. Есть, конечно, большой цикл, посвященный походам. И, наверное, наибольшее развитие моего песенного творчества, оно все-таки зиждется на тех эмоциональных впечатлениях, которые мы получали в походах. Но есть еще целый, наверное, большой такой рюкзачок песен, которые просто написаны либо сами по себе, либо под впечатлением чего-то другого, либо на стихи других авторов. Вот, поэтому, как бы, разные такие вот отклонения есть. Если мне память не изменяет, у меня около 300 песен авторских. Я много писал летописей. То есть в походе каждый вечер скрупулезно записывал в тетрадке, ручкой, значит, что было, как было, какие мысли витали. А сейчас я делаю то же самое, но в стихах. Получается, там такая стихотворная поэма о 37 куплетах, такой шарш о наших похождениях в лесах Чуваши, например, или в Дегоре. Мне кажется, это обидно, что это знаете только вы, члены вашей группы, которые с вами были. Ну, кое-что есть на сайте, там можно немножко ознакомиться. А можете у нас и всех наших зрителей, слушателей порадовать какой-то песней, которую хотели бы подарить или исполнить ее в рамках сегодняшнего разговора? Да, наверное, да. Может, я умер здесь или уже воскрес? Веткою по лицу чаще и бурелом вижу околицу. Может быть, это дом? Только вокруг тайга, небо вверху с ладонь, Глядь, предо мной, яга, Слышь, ты меня не тронь! Передо мной река И ширина с проспект Мчится к суревика, Не замедляя бег Сводит вода ступни, Сносит течение, Но верещать не-не Нужно терпенье Гиря, люля, барыш Бездны двойной поток Страх из душонок Ишь! Вот где силы исток Сердится что-то, Зевс Льется с небес вода Съел бы сейчас я кекс Только вокруг тайга Что же нас тянет в путь В гибельные места Счастье найти или суть Внутренний мир восстал Толще не стал кошель Манны небесной нет Лишь от расцветов хмель Лишь соловья сонет Каждый маршрут как жизнь Но концентрат сироп Солнце и мороз дожди Засуха и потоп Важно вперед идти Важно стремиться вдаль Важно себя найти Важно познать печаль Пусть по тайге непрост Ноги мои мозоль Песни поет мне дрозд Божьим взлететь позволь Чтобы увидел я Мир лесного край Чтобы душа моя Вмиг отлетела в рай Чтобы увидел я Мир лесного край Чтобы душа моя Вмиг отлетела в рай Чтобы душа моя Вмиг отлетела в рай Сегодня у нас состоялась, на мой взгляд, уникальная встреча с заслуженным путешественником России, членом Совета Ульяновского отделения Русского географического общества, мастером спорта по спортивному туризму. Человеком, который написал более 300 песен, является автором сотен и сотен великолепных фотографий, который провел 120 почти спортивных маршрутов, совершил 50 первопрохождений Станиславом Ивановичем Кушманцевым. Станислав Иванович, спасибо вам огромное за то, что мы сегодня с вами пообщались о ваших выдающихся, на мой взгляд, разносторонних способностях и очень надеясь на то, что кого-то этот разговор вдохновит на путь к этим вершинам, к этим перевалам и станет, может быть, темой для раздумий, на что мы тратим жизнь и как мы ее проживаем. Дорогу оселит идущий. Ну, а наш цикл программ, посвященных встречам с заслуженными путешественниками России, проживающими у нас в родном Ульяновском крае, не заканчивается. И в ближайшее время мы постараемся представить вашему вниманию такие же, более-менее, но я думаю, что не менее интересные беседы с коллегами Станислава Ивановича, заслуженными путешественниками России нашего родного Ульяновского края. Всего вам самого доброго! До встречи в нашем цикле! Здравствуй, Суганский хребет, здравствуй, Дигория! Здравствуй, река, бирюзою бегущая вниз! Мы подружиться хотим с облаками лохматыми, нам бы взойти на вершину, то будет наш приз. Разные тропы ведут к белоснежным красавицам, разные люди гостят у подножья вершин. Горы пускают к себе только тех, кто им нравится, тех, у кого, как река, состояние души. Здравствуй, Суганский хребет, здравствуй, Дигория! Мир водопадов, стремительно мчащихся рек, Солнечный свет зажигает страна твоя горная. Лишь среди гор ты познаешь себя, человек. Путь ледяной и крутою дугой изгибается. Медленно выйдем к торчащим из снега к клыкам, Чтоб не упасть, небо синее в них упирается, Чтоб дать возможность увидеть все это и нам. Путь еще более трудный с небес к человечеству, Только в горах можно слезы вершины испить, Только в горах людей одиночества. Став гулли вером, не сможете карликом жить. Здравствуй, Суганский хребет, здравствуй, Дигория! Суганский хребет, здравствуй, Дигория! Мир водопада в стремительно мчащихся рек, Солнечный свет зажигает страна твоя горная. Лишь среди гор ты познаешь себя, человек. Лишь среди гор ты познаешь себя, человек. Лишь среди гор ты познаешь себя, человек